Сейчас мы находимся в Заволжском районе. Недавно этот дом номер 38 по улице Еремецкого в микрорайоне центральный был сдан. И 236 счастливых владельцев получили свое долгожданное жилье, которое ждали с 2019 года. До конца 2022 года в Ульяновской области будет сдано еще 7 проблемных объектов. Ольга Ломовцева ждала ключи от новой квартиры 3 года. Благодаря помощи регионального правительства мечта новоселья наконец сбылась. Мы ждали ее с 2019 года. В этом году получили в мае этого года. Очень довольна и счастлива, что наконец мы ее получили. У нашего дома была инициативная группа, которой выражаем огромную благодарность, которые ходили на все совещания и собрания с представителями власти. И в принципе, наверное, благодаря их такой вот упорной работе наш дом и благополучно достроился. Дом достроила компания «Железно». Застройщик принял дом у компании «Запад» на этапе возведения каркаса и опорных конструкций. В итоге объект был сдан на несколько месяцев раньше запланированного срока. Достаточно много улучшений мы произвели в том числе и поставили более качественные окна. Уложили брусчатку вместо асфальта, поставили умные счетчики водяные. Теперь людям будет удобно пользоваться этой системой. Планы по строительству других проблемных домов обсудили в правительстве на заседании штаба по строительству под председательством губернатора Алексея Русских. В настоящее время в реестре проблемных объектов находятся 17 объектов на территории Ульяновской области. 10 из них достраиваются с помощью федеральных средств. И 7 объектов планируется достроить с помощью средств самих застройщиков и региональных средств. В этом году в Ульяновской области планируется достроить несколько домов, срок сдачи по которым уже прошел. Дальнейшая судьба жилого комплекса «Молодежный» на улице Буинской должна решиться в ближайшее время. ЖК «Молодежный» у нас достраиваться планировалось за счет средств федеральных. Но в настоящий момент у нас фонд рассматривает возможность перехода с достройки этого дома на выплаты. Пока по решению еще окончательного решения не было принято. Планируется ввести в эксплуатацию многоквартирные дома номер 33, 36, 48, 72 в микрорайоне Юго-Западный, дома по улице Мичурина и по улице Карла Маркса, застройщика банкрота ООО «Эверест», а также дом номер 68 по улице Транспортной ООО «Базис». По поручению президента Владимира Путина все проблемные дома необходимо достроить до конца 2023 года или выплатить дольщикам равноценную компенсацию стоимости квартир. Губернатор Алексей Русских распорядился исключить все долгострои Ульяновской области из реестра проблемных объектов уже до осени 2023 года.